МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего несколько минут, и мы с вами узнаем, кто и какие места получит в новом парламенте. А значит, как изменится наша с вами жизнь? Станет ли легче? Смогут ли те, кого мы избрали, сделать нашу страну такой, о которой мы давно мечтаем? Итак, я Дмитрий Анопченко. Это подробности недели, специальный выпуск, который продлится до самой ночи. Интрига сохраняется до последней минуты, и прямо сейчас вы первыми узнаете, кто прошел в новый парламент, а кто нет, кто получит власть в стране, а кто останется, ну, скажем так, за бортом. Пока Центр избирком даже не начал считать голоса, свои данные уже подготовили социологи. По нашему заказу они проводили экзит-полы, опрашивали избирателей на выходе с участков. Эти результаты вот-вот должны принести в студию. Я сообщу вам их буквально через несколько минут. Ну, а затем, как проходили эти выборы, как будут считать голоса, весь сегодняшний день следят наши журналисты, ну, и в первую очередь, фронтовые корреспонденты. Накануне было много опасений, что в день выборов возможных провокаций, атаки, даже теракты. Как прошел этот день и что еще стоит пережить? Знают мои коллеги, которые сейчас на линии фронта, они на прямой связи из Донецка, Краматорска и Мариуполя. Ну, вот Мариуполь еще ждем на связи. В любую минуту они выйдут в эфир. И еще у нас возможность есть узнать, что происходило не только на фронте, но и в тылу, и где и проблемы, надежд не меньше. Мы готовы вместе с вами в режиме реального времени, в прямом эфире, отслеживать любые нарушения. Увидим начало подсчета голосов, и в прямом эфире будем узнавать данные о явке. И как на эти выборы отреагируют иностранцы. И наши друзья, и наши, скажем так, недруги. Десятки наших журналистов работают сегодня в каждом крупном городе страны. Вот если на плазме, да, появилась карта, вы видели, это все точки на карте Украины, где находятся наши камеры и съемочные группы. Ну, а в том числе они есть на Донбассе, в так называемой серой зоне. И особое внимание к ключевым городам Востока и Юга страны. Как возможности поменять власть несли жители Харькова, Днепропетровска, Запорожья и Одессы. Узнаем от наших корреспондентов. Они в любую секунду готовы выйти в эфир. Но еще, конечно же, на связи с нами будет Симферополь. За Крымом мы будем сегодня следить. Будем следить очень внимательно. Важный момент. Напомню, что половину парламента мы с вами избрали по так называемым мажоритарным округам, но вот вторую по партийным спискам. 29 партий пытались преодолеть 5-процентный барьер. Больше 20 кресел так и останутся пустыми, ведь в Крыму и на оккупированных территориях голосования не было. Впрочем, от итогов сегодняшних выборов зависит даже не столько расклад сил в парламенте, а то, кто получит, ну, скажем так, главный приз, пост премьер-министра. Будет ли это коалиция блока Петра Порошенко с Народным фронтом, а значит, Арсений Юценюк сохранит свое кресло, или договоренности будут другими, а значит, правительство возглавит новый человек. Это главная интрига, и все это будем обсуждать. Будем обсуждать в сегодняшней программе. И все внимание этой ночью будет приковано к штабам основных политических сил. Там в ожидании оглашения экзитполов сейчас собираются и политики, и журналисты. А если можно, давайте глянем, что там в штабах происходит, в каком из этих штабов будут пить шампанское, а где разойдутся молча в ожидании разбора полетов, мы вот-вот узнаем. Ведь данные социологов мы имеем право сообщить вам только в 8 вечера, когда закроются избирательные участки. Таймер тикает, есть еще несколько минут. Держим интригу. Ну, а что касается избирательных штабов, то в эти минуты мы начинаем получать оттуда картинку. Ровно в 8, как только появятся первые данные, мои коллеги Максим Кошелев, Катя Лысенко, Алексей Пшемыский, Алла Матюшок будут готовы вам рассказать, каково это для политиков, чувствовать себя победителями или, увы, проигравшими. Ну, а вот в штабе блока Петра Порошенко у нас полноценная вторая площадка, и там Евгений Киселев. Если есть буквально несколько секунд, Евгений, скажите, а в вашем штабе считалось традиционно, что эта политическая сила лидирует. Вас что, уже откупыривают шампанское или все-таки осторожно относятся к прогнозам? Нет, вы знаете, шампанское здесь точно не откупыривают. Здесь обстановка абсолютно рабочая. Здесь пока что в основном одни журналисты. Если политики здесь где-то и есть, они где-то за кулисами. Я, во всяком случае, никого здесь пока вокруг себя не вижу. Все с напряжением ждут объявления результатов экзит-полов. Конечно, под разными кодовыми именами уже эти данные распространялись в социальных сетях, и все догадываются, кто сколько пока что набирает. Евгений, им не нужно догадываться. Ровно 8. Мы можем сообщить эти результаты. Итак, результаты того экзит-пола, который проводили по заказу национальных информационных систем, редакции подробностей и подробностей недели. Вот в эти минуты есть картинка, его должны оглашать в агентстве «Украинские новости». Ну а мы эти результаты узнаем прямо сейчас, в прямом эфире. Итак, экзит-пол, который проводился по нашему заказу. Предварительные цифры, однако, тем не менее, мы с вами вот прямо сейчас можем понять, как распределились голоса. Дайте слайды, пожалуйста. Итак, Народный фронт. Ждем данных. Напряженный момент. Я так понимаю, что буквально вот с минуты на минуту социологи эти данные передают. Коллеги, ну. Нельзя так мучить зрителей. Итак, блок Петра Порошенко. Это лидер. 23,1. Это данный экзит-пола. Лидер, блок Петра Порошенко. 23,1. Далее. На втором месте. Народный фронт. 19,7. Интрига этих выборов. Кто займет второе место? На данный момент 19,7. Далее. Самопомощь. Неожиданно. 11%. На следующем месте оппозиционный блок 9,9%. Практически 10. Радикальная партия 6,6%. Батьковщина 5,7%. Свобода 5,8%. Разница, как видите, в одну десятую. И так мы видим, что согласно данным социологов, ну вот, перечень партий, которые имеют все шансы пройти в парламент. Напомню, что это данные экзит-полов по состоянию на 18 часов. Еще будут окончательные данные, данные уточненные. У нас есть Ольга Балакирева, которая проводила этот экзит-пол. Здравствуйте, Ольга. Слышно нас? Добрый вечер. Скажите, о чем говорят эти цифры? Спасибо большое. О чем говорят эти цифры и насколько они будут отличаться от окончательных результатов выборов? Вот то, что мы сейчас озвучили. Насколько большой будет ошибка, погрешность? Я вас поняла. Прежде всего, эти цифры говорят о том, что 7 политических сил имеют шанс быть в парламенте. И об этом говорят данные экзит-пола. И поскольку мы говорим о том, что для политических сил ошибка может составлять около 2% для лидеров. И не больше, чем 1,5% для тех сил, которые набрали меньше 10%, то, безусловно, могут быть некоторые сюрпризы. И, например, по объединению Свобода и по объединению Батькищина. Поскольку эти показатели, которые дал экзит-пол, составляют 5,8%, 5,7%. То есть разница от 5% меньше, чем 1,5%. Ольга, скажите, насколько вероятно, что эти сюрпризы будут, мы можем ориентироваться на эти цифры или все-таки вы ожидаете какого-то подвоха? Вы знаете, в общем-то, всегда нужно ждать данных Центральной избирательной комиссии по результатам голосования. Всегда данные экзит-пола – это предварительные результаты, которые ориентируют общество о том, как сегодня произошло голосование и чего можно ожидать. Я могу сказать, что по трем другим политическим силам, которые не преодолели 5% барьер по данным экзит-пола, здесь можно стопроцентно утверждать о том, что они вряд ли окажутся в парламенте, потому что дистанция от 5% барьера за рамками той статистической ошибки, которую дают сегодня социологи. Давайте мы назовем, чтобы нашим зрителям было понятно, кто точно не пройдет? Вот согласно данным экзит-пола, кто точно не пройдет? Кто остался за бортом? Хорошо. Мы говорим о том, что коммунистическая партия не пройдет в парламент. Мы говорим о том, что гражданская, громадянская позиция Анатолия Гриценко не пройдет в парламент. И сильная Украина. В зоне риска. Кто в зоне риска? В зоне риска остаются объединения Батькищина и Свобода. Я понял. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу и за то, что пояснили зрителям эти цифры. Потому что, ну вот, я уверен, в эти минуты многие телевизионные каналы дают данные экзот-полов. Их было несколько на сегодня. Самое главное, есть социолога, она нам абсолютно квалифицированно, четко объяснила, что означают эти цифры, как их понимать. Далее. Мы сейчас перейдем к штабам основных политических сил. Ух, с нами на связи многие наши корреспонденты. И мы сейчас узнаем, а вот как на эти цифры, на оглашение отреагировали те, кто, кому сегодня или пить шампанское, или все-таки производить разбор полетов. Евгений Киселев, в штабе блока Петра Порошенко. Евгений, что у вас говорят? Евгений Киселев, в штабе блока Петра Порошенко. Евгений Киселев, в штабе блока Петра Порошенко. Будут сейчас обсуждаться непосредственно в ходе того брифинга, который начинается. Вот сейчас взял слово Юрия Луценко. Возможно, в ходе ответов на вопросы мы получим хотя бы предварительные ответы на самый главный вопрос. Что будет дальше? Евгений, но вот вы видите лица людей, которые сейчас собрались в штабе. Все-таки они рады этим результатам, или они больше озадачены и думают сейчас о будущем? Евгений Киселев, в штабе блока Петра Порошенко. Вы вспомните, опросы, которые появились во вторник, в среду, те же самые демократические инициативы говорили о том, что будет результат в районе процентов 30. Спасибо большое, Евгений Киселев, наша вторая основная площадка. Именно к моему коллеге будут сегодня приходить основные политики для того, чтобы поговорить с ним, ну и с вами всеми. Далее еще один штаб. Максим Куршалев, в штабе радикальной партии Олега Лешко. Максим, какое настроение в вашем штабе? Что слышно? Добрый вечер. Ну, трудно сказать пока о настроении. Дело в том, что народ как раз к 8 часам сюда стал собираться. Приехали и гости, и те, кто, собственно говоря, находится в списке блока. Здесь есть и участники АТО, и ЦАйдара. Но пока, я не знаю, если вам видно, люди как-то больше еще в расслабленном таком состоянии, они гуляют. Дело в том, что когда вот несколько минут назад было оглашение результатов национального экзит-пола, здесь трансляция именно этого экзит-пола была включена на большом экране. Вот видите, он вот так вот зависает, и поэтому, собственно, результатов никто пока еще толком не слышал. Ну, и лидера блока Олега Лешко пока еще нету. Может быть, все ждут еще его. Студия. Ну, лидер блока на телевизионных эфирах, в том числе и в нашей студии он будет. Мы его спросим, как он отнесся к результатам. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Будем следить за тем, что у вас происходит. Далее. У нас есть Катя Лысенко в штабе Батькивщины. Катя, скажи, пожалуйста, ну вот только что мы услышали мнение социологов по поводу тех цифр, которые появились. Все-таки Батькивщина в зоне риска. Понимают ли это те, кто в штабе собрался? Добрый вечер, Дмитрий. Ну, в штабе Батькивщины все очень и очень спокойно. До этого времени не было никаких эмоций, ни громких заявлений, учитывая то, что сам штаб находится в партийном офисе Батькивщины, то все эмоции, очевидно, в кабинете. И вот сейчас, в эти минуты, мы ждем появления Юлии Владимировны. От нее услышим уже реакцию на экзитполы, реакцию на цифры. До этого времени были только короткие и нечастые выступления представителей Батькивщины. Они говорили о правонарушениях, которые зафиксировали. Они говорили о солдатах, которые проголосовали сегодня в зоне АТО. Они говорили о том, что, в принципе, их подсчет по явке совпадает с данными ЦВК. Ну, а сама реакция Юлии Владимировны и ее мнение по поводу выборов мы услышим буквально в эти минуты. Ждем. Спасибо. Будем ждать реакции Юлии Владимировны. Есть у нас договоренность, что с самой Юлией Владимировной Тимошенко тоже у наших зрителей будет возможность вот так вот напрямую пообщаться, я так понимаю, с помощью телевизионного включения. Но, тем не менее, мы услышим оценку. Далее. Алла Матюшок в штабе оппозиционного блока. Да, есть у нас связь еще и с этой площадкой. Алла, как комментируют те цифры, которые только что озвучены? Потому что, насколько я понимаю, 10% результат весомый, на который даже многие из тех, кто здесь собрались, вряд ли рассчитывали. Добрый вечер. В самом штабе оппозиционного блока пока все спокойно и цифры пока не комментируют, потому что с минуты на минуту здесь ожидают приезда лидера оппозиционного блока Юрия Бойко. Ну, а пока особых эмоций нет. Хочу сказать, что здесь обеспокоены низкой явкой избирателей на юго-востоке страны. По некоторым данным, там проголосовало всего 30% людей, и на Донбассе некоторые участки так и не открылись. Здесь в оппозиционном блоке уже заявили, что проводят свой параллельный подсчет голосов на всех участках, и его результаты обещают объявить уже в 22.00. Ну, и как только придет Юрий Бойко, мы увидим, как его встретят, и о чем он расскажет, и все остальное сообщим вам позже. Спасибо за работу. Остаемся на связи. Я так понимаю, всю сегодняшнюю ночь мы будем на связи с нашими коллегами. Почему Алла только что сказала о 22 часах? Дело в том, что ровно в 22 социологи объявят, ну, скажем так, окончательные итоги экзотполов. Все-таки вот те цифры, которые есть сейчас, это цифры по состоянию на 18. За два часа кто-то мог еще прийти, проголосовать, поговорить с теми, кто собирает данные экзотполов. Так что эти цифры немножко скорректируются, мы держим руку на пульсе. И еще один штаб. Давайте мы вернемся Елена Зорина. Она следила за тем, как партия заступ шла на этих выборах. Елена? Да, Дим, добрый вечер. Мы следим за настроениями в партии заступ. Да, Дим, добрый вечер. Мы следим за настроениями в партии заступ. Это довольно молодая политсила. Она создана несколько месяцев назад и впервые участвует на этих парламентских выборах. И вот, судя по результатам, цифров показала довольно неплохой результат. Рядом со мной лидер заступа Вера Ульянченко. И вот, Вера Ивановна скажется, удовлетворили ли вы таким результатом вообще планировали? Ну, передо все, я хотела бы очень благодарить всем, кто сегодня пришел на выборы и проволокировал, я впевнена, за новую проевропейскую Украину. Друге, мы, конечно, очень довольны своим результатом, который сегодня дает Экзекол. Но мы впевнены, что Петрахонов Голосов покажет еще немного другой результат. И очень благодаря всем прихильникам заступа, которые поверили в нас, в новую политическую силу, которая всего существует два месяца. И за очень короткий термин выборчей кампании смогла досягти, на мой взгляд, очень хороший результат. И я хочу доверить своих выборцов, что они должны быть уверены, что мы их не залишим и что мы никак не сможем не оправдать их доверие. А наоборот, мы очень снижены и очень снижены для дальнейшей работы. Мне кажется, что самое знаковое то, что новая политическая сила, которая представляет 14 миллионов населения, проживающих людей на сельских и селищных территориях, имеет серьезный шанс на дальнейших местных выборах и на дальнейших выборах в Украине. И очень хорошо, что новые политические силы с новыми обличьями, новыми людьми и хорошими идеями и конкретными программами имеют такую серьезную поддержку в сообществе. Это указывает на то, что люди, кто милися от старых политических сил, они хотят решающих действий и, прежде всего, конкретики. Мы не боимся этой конкретики, будем за ней отвечать. Спасибо большое. Спасибо второй площадке. Ну, видишь, только что прозвучал месседж о том, что, возможно, люди устали от политических сил. Вот давайте сегодня будем говорить со многими гостями, узнаем, от чего же на самом деле хотят люди, как трактовать эти результаты. В студии уже съезжаются гости. Здравствуйте. Есть уже первый Вадим Рабинович, представитель оппозиционного блока. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А вы, наверное, вот здесь встаньте слева от меня, будет удобнее. Скажите. Хочу сказать, что в эти минуты мы пытаемся наладить связь со штабом Народного фронта. Как только появится связь, сразу узнаем, а как же там восприняли цифры. Ну и еще ждем в этой студии Сергея Власенко из Батьевщины, Андрея Порубия из Народного фронта. Они в дороге к нам присоединятся, как только смогут. Вот, Вадим, начнем, наверное, тогда с вами, поскольку вы подъехали. Спасибо, что вовремя. Скажите, а как вам результаты? Ну, вы знаете, у меня двоякое чувство. С одной стороны, конечно, я рад тому, что большое количество избирателей при том, что творилось в стране, выразило нам свою поддержку, что они именно в нас увидели реальную оппозицию. С другой стороны, смотрите, 3,5 миллиона наших граждан не проголосовали на Донбассе. К сожалению, низкая явка в восточных регионах условлена явно грязной кампанией, которая велась с запугиванием. Поэтому, знаете, я все же не считал бы это абсолютно чьей-то победой. Я бы считал, что в тех условиях, которые вот есть, я считаю, наши результаты, а результат наш значительно больше, поверьте мне, потому что мы ведем, во-первых, параллельный подсчет, во-вторых, я знаю результаты в Харькове и в Одессе, мы объявим свои результаты, я думаю, что очень многие люди, к сожалению, на их полах просто боялись говорить слово «оппозиционный блок». Скажите, вот общее впечатление, если люди боялись, выборы прошли честно, да или нет, можно? Я не могу так выходить, сказать, черное и белое. Давайте я вам скажу следующим образом. Мы подведем итоги нарушениям, которые были с каждым в своем отношении, но как можно назвать абсолютно хорошими выборы, в которых 4 миллиона людей не проголосовало? Ну, как можно назвать эти выборы достаточные? Как можно назвать, если на восточных регионах явка до 25-30% из-за запугивания населения? Это что, нормальные выборы? И тем не менее, еще раз, страна все равно получила сильную, проукраинскую и жестко критикующую правительственную оппозицию. Это здорово. По поводу тех, кто не проголосовал. Ну, действительно, я соглашусь с вами, до 4,5 миллионов украинцев, возможно, не проголосовали. Это данные общественной организации «Опора». Ну, реальную картину. Реальную мы, видимо, узнаем только завтра, но уже сейчас понятно. Жители Донбасса и Крыма были лишены такой возможности из-за агрессии России и военных действий. В Донецкой области отдать свой голос не смогли очень многие, по некоторым оценкам, до 2 миллионов человек. Ну, 9 округов, а их в области 21 находятся под контролем боевиков ДНР. В Луганской области боевики контролируют 6 округов из 11, и не исключено, что там не смогли проголосовать более миллиона человек. Ну, и далее. Крым и Севастополь – это еще почти 2 миллиона украинцев. Проголосовать не смогли и многие участники АТО, ведь парламент не внес изменения в избирательные законы. Как итог, до 50 тысяч тех, кто в окопах и блиндажах, могли остаться за бортом. По крайней мере, таковы данные Центра сберкома. Ну, а еще есть переселенцы. Вот как им отдать свой голос? По данным Организации Объединенных Наций, почти 400 тысяч украинцев, задумайтесь, почти 400 тысяч человек из Крыма и Донбасса, поменяли место жительства внутри страны. Еще почти столько же выехали за пределы Украины. И вот наши корреспонденты проехали по прифронтовой полосе и узнали, кто там не смог принять участие в выборах. И устроили свое альтернативное голосование. У меня в руках урна с нашим неофициальным телевизионным голосованием. Мы объехали всю так называемую серую зону Луганской области и постарались собрать все мнения. Здесь уже 4 месяца живут без денег, часто без воды и света, под постоянными обстелами. И люди совершенно не следят за политической ситуацией. Они просто выживают. Подробности недели мы проводим акцию «Счастье лишен возможности голосовать». Мы предлагаем вам проголосовать или, может быть, пожелание написать кому-то из политиков. О, Боже мой, это же надо писать, я же не вижу политикам, чтобы они обдумались, чтобы было лучше жить. Кому вы даете симпатии? Ну, за Порошенко, конечно. Люди носят масло там, гречку, а вы ничего не носят. Нет, мы пропунуем людям срубить и выбить, за кого есть проголосовать. Ну, я думаю, что заняшкает. А вы не нравитесь. А что пишете? Я откладываю. Вот я. Что-то на камеру пожелаете политикам? Исправить положение в стране. Это самый лучший вариант. Что написали? Я написал, желаю, чтобы нынешняя власть изменила образ мышления, что называется по-гречески Метанои, покаялась перед Богом за свои деяния. Пусть больше о людях беспокоится. Я написал, что я за мир. Пускай уже порешают эти политики. Крехизбинка. Мы замерзаем. Чтобы они тоже померзли. Голосую за партию Петра Порошенко. И это было бы правильно, если бы в парламенте тоже было бы его, большинство было бы его партией. Ну, я считаю, чтобы президента нужно поддерживать и не быть как лебедь, рак и щука. Ну, и Украина должна остаться единой. Я нахожусь анонимно. Так. Это такой человек, который, я думаю, считаю, что он может припадать поймать. Чтобы было понимание во всем и везде. А не так, что друг друга не поймут. Так на выборах. Ваш голос будет услышан. Мы передадим это депутатам. Спасибо. И поняли друг друга. Вот с этой урной мы объехали серую зону Донецкой области. В тех городах и поселках, где люди не голосуют, часто нет света, поэтому жители не смотрят телевизор и о кандидатах ничего не знают. Мы предлагали им не только проголосовать, но и написать свои пожелания политикам. Нам все равно, какая здесь будет власть. Мы хотим мира. На оппозиционный блок я бы голосовала. У нас нет ничего, ни света, ни газа, ни воды. Уже четвертый месяц. Мы так живем. Я вообще не хочу про Верховную Раду говорить. Вот то, что они сотворились народом, это просто беспредел. Понимаете? За кого? Не за кого. Я хочу, чтобы дети мои вернулись и жили в этом доме. Аня, пиши, пиши, пиши. Хочу мир. Вот так я хочу. Ни второго сегодня я не спала, я хочу рыба. Меру. Я хочу меру. Не думай, на порушать какой-то. Ничего, ни одного слова не хочу написать. Я их даже смотреть по телевизору не хочу. Они там позажратые, миллиардеры. А за народ простой. Они не думают, что вот идет зима, мы вот так вот агенты. Не пускай хлеба нету. Мы работаем вообще в Санкт-Петербурге. У нас в Санкт-Петербурге получается. Главный врач в Украине. Там, из-за ТДНР. Мы находимся на территории Украины. И нас ни там, ни здесь не принимают. Поэтому я не хочу ни голосовать, ни просить. За кого? Заказать? За Лешка. Почему? Да почему. Нравится. А можно я просто вот таким шрифом хочу мира. Это нормальное пожелание нашим политикам. Я никого не вижу. Вообще. Просто никого не вижу. Они могут что-то сделать. Они могут прекратить войну. Они могут выплатить, выплачивать, бейте. Они могут что-то сделать. Подробности недели. Ночь выборов. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. Я верю, что Сергей Власенко появился в студии. Спасибо большое, что приехали. Вот просто проходите. Становитесь здесь у пепитера. Аккуратно кран. Да. Добрый вечер. Вечер добрый. Есть возможность тогда вас обоих спросить. Что теперь будет с парламентской коалицией? Ну, вы теперь представители парламентских сил. И кто будет представлять тех, кто не сумел проголосовать? Вот только что у нас вышел сюжет. Очень трогательный. Вы готовы представлять интересы тех, кто не мог сегодня по объективным причинам принять участие в голосовании? Вы знаете, не только 3,5 миллиона не проголосовали. Я думаю, что из тех, кто является беженцами, тоже мало проголосовал. У нас, я честно, много людей, которые приходили, их не было в списке, им говорили, идите в суд. Очень много людей не проголосовали. Тем не менее, мы имеем, что имеем. Я думаю, что оппозицию будут формировать теперь те партии, которые, простите, коалицию будут формировать те партии, которые, я думаю, к сожалению, представляют не самое мирное направление нашей жизни. Посмотрим, что будет. Я думаю, что мы будем все-таки находиться в достаточно жесткой оппозиции. Я думаю, что мы будем все-таки доказывать то, что произошло в стране. Это не прямые и нечестные выборы. Я думаю, что результаты будут другие. И самое главное, я думаю, что не всей Украине дали высказаться. Это очень плохо. Сергей, вы в опозиции или в область? На что вы настроены? Ну, вы знаете, по-перше, давайте дочекаемся официальных результатов. Это по-перше. По-друге, экзит-полы не стосовались мажоритарной складовой. Давайте подивимось, что будет там. Какие ваши разрыхунки? Ну, давайте подивимось, что там будет. На жаль, мы еще не отримали информации. Зараз у нас 20-25, тобто, лишь 25 минут назад закрылись те дельницы, там, где можно было голосовать. Единственное, что я могу сказать про партию Батьківщина, что мы будем, ну, по-перше, отстоювати интересы людей в парламенте. И будем отстоювати ті ценности, про которые мы говорили. Завжди это первый европейский выбор, абсолютно четко и зрозумело. Друге, мы будем отстоювати выбор наш, связанный с системой коллективной безопасности НАТО. И, конечно, мы будем бороться с коррупцией. Вы мне скажите, те цифры, которые щойно вся Украина почула в экзит-полах, на вашу думку, они будут сильно отличаться от остаточных целей? Ну, вы знаете, исторический досвід говорит про то, что отменности есть всегда. Мы можем говорить про певные тенденции. Мы можем говорить, что на этих выборах, в принципе, украинцы доверили, ну, принаймні, в партійной части, доверили владу тим политическим силам, которые имели эту владу после Майдана. Это и Петро Алексеевич Порошенко, и Арсен Петрович Аценюк. Скажите, по поводу коалиции, как долго, ну, вот сейчас вся Украина, как бы мы пережили выборы, нам придется пережить коалициаду. Дай Бог, чтобы это было быстро, но тем не менее, есть опасения. По-вашему и по-вашему вопрос к вам обоим. Как долго будут длиться переговоры по поводу создания коалиции? Знаете, я еще раз хочу все-таки повторить свои слова, что сегодня было сказано вот моим коллегой, что сегодня Украина выбрала вот эти две партии, и Арсенюк и Порошенко в большинстве. Я все же считаю, что надо добавить одну фразу, среди тех украинцев, кому дали проголосовать. Это очень важная вещь, потому что цифры, которые мы с вами считаем, они просто глобально другие. А из тех, что проголосовали, действительно, пока проголосовали так, мы еще не знаем результатов. В любом случае, я могу сказать, что меня, например, никогда не интересовало вот это вот длительное забег, кто скорее какое кресло выхватит. Я вообще сомневаюсь, что мы будем участвовать в этом всем, потому что те экономические инструменты, которые предлагают сегодня вот эти партии, они, я считаю, катастрофичны для Украины. То есть вы в коалицию не собираетесь? Я лично не собираюсь точно. Понятно. Я хотел сказать, что только что мы получили картинку из штаба Батьковщины. Юлия Владимировна Тимошенко выступает. Давайте сделаем так. У нас будет возможность с ней лично поговорить буквально в начале следующего часа. Поэтому, Сергей, я просто вам адресую вопрос. Скажите, а вот Юлия Владимировна, говорит ли она сейчас о Надежде Савченко? И по-вашему, то, что, ну, практически она уже народный депутат, лидер списка, поможет ли это ей выйти на свободу? Мы говорили неодноразово про то, что мы используем все возможные механизмы щодо звольнения Надії Савченко и героини Украины. Мы вважаем, что то, что происходит с Надеей, нет ничего общего с юриспруденцией. Это очевидно для всех. Что это абсолютно чисто политическая справа. А именно поэтому мы выполняем все возможные действия для того, чтобы, ну, по-перше, не дать возможности путинскому режиму ее закатывать, потому что вы знаете, что ее силомизм перевели, нібито, для проведения стационарной психологической экспертизы, что очень сильно напоминает методы радянского КДБ 80-х годов. Но сейчас, когда вы слышали цифры, шансов стало больше. Это не только наша позиция. Адвокаты, российские адвокаты Надії, тоже считают, что получение статуса народного депутата сделает ее извольнение больше верным. Дай Боже, я должен прервать наших гостей. У нас есть сейчас экстренная прямая связь. У нас в Краматорске Ирина Баглай. Скажите мне, где связь? Да. Наши корреспонденты весь сегодняшний день следили за тем, что происходит на востоке Украины. Ир, как прошло голосование в Донецкой области? Да, Дим, на избирательных участках в Краматорске выборы прошли спокойно, без провокаций. Но, нужно сказать, не везде избиратели Донбасса смогли сделать свой выбор. К примеру, в Попасной, где готовились к выборам, ни один участок не открылся. Почему нам так и не удалось? Выяснить, местная власть так и не вышла даже на телефонную связь. А вот жители очень сожалели, что не смогли сделать свой выбор. Так нас никто никуда не приглашал, и нам и никуда идти даже. У нас не то, что люди не идут, у нас некуда идти. Некуда идти нам. И что касается боевых действий. Тяжелой остается ситуация на блокпосту в районе села Смелого. Как нам сообщили бойцы, которые пытались туда повезти, провести хоть какие-то продукты и просто воду. 32-й блокпост в окружении боевиков. На дороге лежат заминированные, по их словам, тела нацгвардейцев. И боевики поставили ультиматум. Если они не сдадутся, завтра их разобьют. Воды, как президент сказал, туда не было доставлено. Сепаратисты не пускают туда. Тела, которые там остались, идут по ним переговоры. Идут переговоры, потому что бы пропустить туда машину с гуманитарной помощью, с водой, с пищей, теплой одеждой. Пока безрезультатно. Обстрелы пока в ближайшие эти дни не велись. В целом же сегодня в зоне АТО можно говорить о затишье. Вернее сказать, количество обстрелов сократилось до 11. Самые горячие точки по-прежнему остаются. Район Дебальцево, точнее, боевики вели огонь по позициям украинской армии в Никишино и Чернухино. И, конечно же, как обычно, атаковали Донецкий аэропорт. Дмитрий. Спасибо, Ирина, по поводу Краматорска. Где сейчас, Ира? Я хочу сказать, что президент Порошенко первую половину дня провел в Краматорске, в зоне антитеррористической операции. Там он общался с военными, с жителями Донецкой области. Побывал и на избирательных участках. И вот после полудня уже сам голосовал. Было это уже в Киеве. Порошенко голосовал недалеко от Верховной Рады, в Доме офицеров. И вот что сказал президент. Проголосовал за майбутнє. Проголосовал за европейскую направленность розвитку. Проголосовал за оновлення влади. Я дуже сподіваюся, что мы будем мати, так как мы маємо все, нову країну. Як мы маємо після революції гідності нового президента. Я впевнений, мы будем мати новий уряд. Нову проевропейскую коаліцію. И новий парламент. Ну а в Луганской области наш Андрей Лащ. Андрей, а как в Луганской области выбирали депутатов? Насколько сложно все было? Дима, прямо сейчас члены 185-й участковой избирательной комиссии в Северодонецке посчитывают голоса. Избиратели снять мы это не смогли. Нас оттуда настоятельно попросили или предложили остаться до конца подсчета голосов. До утра мы остаться не можем. Ночь у нас будет информационно насыщенная. Тем не менее, голосование по Луганской области, в частности по Северодонецку, прошло без значительных нарушений. Правда, вот в Папаснянском районе все оказалось куда сложнее. Там все, вот, открылось, у нас две комиссии работают нормально. Остальные все комиссии, вот, ждем результатов, потому что связи нет. И мы не знаем, работают они или не работают. По крайней мере, от них нет никаких сведений. Самым активным по традиции было старшее поколение. Около участков они начали собираться уже, около участков они начали собираться уже около 8 часов. Причем поток желающих отдать свой голос не прекращался вплоть до закрытия участков. Ради голосования бросали даже огороды. Еле приехали специально для выборов сюда. Примчались. Хочу, чтобы на Украине быстрее восстановилась стабильность. Чтобы всем людям нормально жилось. Был покой во всех городах, семьях. Молодежь после обеда, после четырех, наверное, появилась. Но не в многочисленном количестве. Мы ждали от них большего. Думали, что судьба Родины их интересует. Здесь, в Луганской области, очень опасались провокации и террористических актов в день выборов. Поэтому участники до сих пор охраняют регулярные части украинской армии и добровольческие батальоны. В состоянии повышенной боеготовности бойцы проведут всю сегодняшнюю ночь, пока не закончится подсчет голосов. А мы остаемся здесь и внимательно следим за развитием событий. Спасибо, Андрей Лащ, из Луганской области. Я напомню, что вот в этих условиях, как проголосовали украинцы, давайте еще раз дадим, если есть возможность, графику и цифры экзотпола, которые проводили по нашему заказу, по нашей просьбе. Итак, согласно данным социологов, напомню, данные по состоянию на 18 часов, поэтому могут немного скорректироваться. У блока Петра Порошенко 23,1% голосов. Далее, на втором месте социологи говорят, что Народный фронт 19,7%, третье место самопомощь порядка 11%, оппозиционный блок 9,9%, партия Олега Лешка 6,6%, далее Свобода 5,8% и Батьхевщина с небольшим отставанием практически на 0,1%, 5,7%. Напомню, это данные соцопроса на выходе из забирачных участков, которые проводили по нашему заказу. Если будет возможность, мы сравним с теми экзотполами, которые проходили тоже еще сегодня, для того, чтобы просто у нас была точная картина с вами. И только что мне сказали, что в штабе Петра Порошенко к Евгению Киселеву, моему коллеге, на вторую точку подошел гость. Я так понимаю, что это Виталий Кличко. Если можно, давайте с ними связь дадим. Дмитрий, мы на связи, я не знаю, слышите ли вы меня или нет. Да, вот теперь и слышим, и видим. Вот теперь вы можете продолжать. Спасибо вам. Ну что, закончился брифинг Юрия Луценко и Виталия Кличко. И теперь Виталий Кличко рядом со мной. Я хотел бы задать ему некоторые из тех вопросов, которые прозвучали на брифинге, но теперь уже только для зрителей нашей программы. Виталий. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, самый главный вопрос. Социологические данные, которые были опубликованы на минувшей неделе, предсказывали вам лучший результат, чем пока что показывают экзитполы. Вы разочарованы? Вы ощущаете, что вас постигла какая-то неудача? В данном случае мы сегодня можем говорить не об успехе какой-то отдельной политической партии, либо какого-то персоналя политика. Мы сегодня говорим об успехе Украины. Сегодня оновленный парламент, новый парламент и самое главное, подавляющее большинство в этом парламенте является представителем тех демократических партий, которые видят развитие Украины в Европейском Союзе. Самое главное, европейские ценности являются приоритетом для развития Украины. И в этом ключе я уверен, что в ближайшее время будет сформирована коалиция, которая будет ставить перед собой... А кто войдет в коалицию? Вы знаете, они те же самые демократические партии, которые декларировали европейские ценности. Мы говорим о блоке Петра Порошенко, мы говорим о Народном фронте, мы говорим о Батьковщине. То есть я уверен, что эти политические силы и сформируют большинство. Но вот буквально на днях ваш коллега Юрий Луценко говорил о том, что новая коалиция будет сформирована по новым правилам, что в ней не будет привычных партийных квот. Вот как вы это понимаете? Я уверен, перед нами стоят ключевым приоритетом не партийные квоты. Максимально быстрая реализация реформ. Это то, что ожидает на сегодняшний день общество от власти. В противном случае и не данный парламент, не власть. Если мы снова начнется повторять ошибки десятилетней давности, когда придя ко власти после революции, начали партийные функционеры бороться за посады, за передел власти. А вам не кажется, что это уже происходит? Сферы влияния. На сегодняшний день никого не интересует сфера влияния. На сегодняшний день нас всех украинцев интересуют реформы. Как можно больше, как можно быстрее, чтобы ждать, уже у нас времени нет. Не, ну все-таки, посмотрите. Все ждали, что вы покажете процентов 30. Вы показали, опять-таки, по данным экзитполов, процентов 23-25. Вот почему на эти 5-7 процентов меньше? Не потому ли, что люди разочарованы результатами реформ, которых почти нет пока что, и в некотором смысле возлагают вину на президента, на лидера вашей партии? Я хочу подчеркнуть, что практически те же самые цифры, которые были, замерялись, они были идентичными с теми цифрами, которые сегодня показывают блок Петра Порошенко. Уверен, что ожидание очень большое среди людей и реализации. Еще раз хочу подчеркнуть, самое главное, как можно быстро реализовать те реформы, которые ждет общество, ждет Украина. Ну что ж, успехов вам, Виталий. Я напомню, у нас в прямом эфире на вопросы подробности недели отвечал Виталий Кличков. Спасибо большое, мой коллега Евгений Кичелев. Напомню, это наша вторая основная площадка в штабе блока Петра Порошенко. Он будет говорить со многими гостями. Пан Андрей Порубизи, вы все в студии. Дякую, что подъехали. Будь ласка, проходьте, у нас сегодня без... Да, будь ласка, у нас сегодня без... Да, нет, нет. Добрый вечер. У меня вопрос к вам всем. Скажите, вот те цифры, которые мы сейчас озвучили, чем обусловлен выбор украинцев? Разочарованием, надеждой? Многие партии ожидали совсем не те цифры, которые сейчас назвали социологи. Пан Андрей, вы сегодня зашли, я пошел с вас. Я считаю, что общество украинское очень изменилось после Майдана. И изменилось в том аспекте, что став на много высший уровень громадянской свободности и ответственности, что очень важно. И мы видим это в результатах. Обратите внимание, коммунистическая партия впервые не пройдет в парламент. Я считаю, что это большой успех. Потому что одна вещь – заборонить закон, а другая вещь, когда люди забороняют своими голосами, своими бюллетнями. И это важно. И самое важное, что большинство политических сил, которые прошли в парламент, говорят про украинские, про европейские ценности. И это, очевидно, и есть наибольшая победа и наибольший успех для Украины. Вадим, как вы объясните эти цифры? Вы знаете, я еще раз просто верну вас к тому, что произошло у нас. У нас не проголосовало такое количество людей, что говорить об одном выборе очень тяжело. Я сегодня ехал в день запрещенный для агитации по Киеву. Видел весь Киев в бело-красных цветах и не видел синих наших. И вот я подумал для себя, что демократический выбор – это не мелкое жульничество. Это действительно демократические ценности. Вот мне кажется, что начинать надо каждый раз с себя. Мы все декларируем демократические ценности. Каждый человек, который я сколько вижу, 23 года, кто бы не победил на выбор, он приходит делать реформы, побеждать народу лучше, а потом мы ищем за границей, где-нибудь они прячутся. Вот я хочу пообещать вам, что мы этого делать не будем. И очень хочу надеяться, что наши коллеги, которые сформируют коалицию, будут все-таки делать коалицию, как правильно было сказано, проукраинскую и ответственную. Потому что надо ответственную сегодня уже начинать. И я очень надеюсь, что мы построим сильную страну. Но мы будем конструктивной жесткой оппозиции. Сергей, как вы прокомментируете цифры? То есть это от отсутствия реформы, от образа, или, наоборот, люди голосовали от надежды? Вы знаете, я уже коментировал, сегодня эти цифры могу только повторить, что на самом деле, если мы будем анализировать экзит-полы за партийными списками, украинцы сегодня отдали свои голосы за те политические силы, которых Майдан привел к владею. Это Петро Порошенко и Арсен Яценюк. Я еще добавлю, всю современную историю Украины, на самом деле, в Украине брала участь не большая количество партий. Было две партии. Одна, открыто, про Российская, как партия регионов и коммунистов, и проукраинская. И весь сейчас перевага была в один-два голоса. И, фактически, это было очень большой проблемой для проведения каких-то реформ. Вперше, наголошу, вперше, у нас не будет от такого в один голос переваги, а будет серьезная большинство. Я уверен, что Народный фронт, который станет основой новой большинства, эта большинство будет становиться более 300 депутатов, чтобы мы смогли, проводя реформу, иметь не просто 226 голосов, а и 300 голосов для возможных внесений в Конституции. У нас, спросите, у нас только что появилась связь с Мариуполем, как голосовали в серой зоне, что там рядом было, как происходило, не побоялись ли люди прийти на избирательную участие, прямо сейчас у нашего корреспондента узнаем. Связь наладили, связь плохенькая, но, тем не менее, надеюсь, все увидим и услышим. Там Эльвина Себулаева. Что у вас, какие данные, и как вообще голосовали люди, как прошел этот день в Мариуполе? Да, выборы в Мариуполе прошли не везде, гладко побывали мы сегодня в Волновахе. В этом округе не всем раздали пригласительные на выборы, а также на участках не было официальных программ кандидатов. В Волновахском районе 161 избирательный участок. Это 184 тысячи избирателей имели право сегодня воспользоваться конституционным правом. Однако больше половины, не по своей воле, этого права лишены. Там, где они живут, территория занята боевиками. В серой зоне, или еще называют буферная, члены комиссии побоялись открыть участки. Возможно, это связано с давлением со стороны террористов. В 50 у нас сразу не открылись там военные действия, а со 111 открылись 75 комиссий. Там проблемы со списками. Участковые комиссии не укомплектованы. Где желающих не было, где присягу не принимали. В другой комиссии была ситуация нештатная. Была попытка молодыми людьми зайти туда с левыми протоколами вброс. Нас позбавили права, так. И нас много таких. И хотим вернуться к суду. Мы и тут не имеем возможности. Выясняется, что суд не работает. За Волновахой буферная зона после территории подконтрольной ДНР. Тут перед выборами местные жители часто слышали звуки тяжелых орудий. Однако люди пришли и выполнили свой конституционный долг. И не напугали это их. Лишь признаются о кандидатах. Практически не знают. Тут полноценного доступа для информации нет. Кто хочет, тот придет, конечно. Ничего его не остановит. Выбор очень сложный, потому что у нас мало информации. Мало мы знаем о тех людях, которые идут политические партии. Потому что то глушат радио, то глушат каналы. Я не сомневался. Я и раньше говорил, и сейчас говорю. Я пошел голосовать. Пойду и буду бороться за Украину. Чтобы была единая. Вместе с мариупольцами голосовали военнослужащие вооруженные силы Украины, нацгвардии, полк Азолы и спецбатальоны, которые охраняют рубеж Мариуполя. В перерыве между боевыми выходами успевали выполнить свой конституционный долг. На выборы приходили с патриотическими чувствами. Это первые демократические выборы для Украины, в истории Украины. За это и стоял Майдан, чтобы народ выбирал сам себе владу, а не влада решила, кого выбирать за народ. Я грамадянина Украины. Все, это все сказано. Я еще не одни выборы не прошла, я всегда голосовала. Вони очень важные. Очень важные. Пора уже прибирать тех, что это по рухному трусить там по Раде. Молодых, активных и тех, которые еще любят Украину и нас с вами больше, чем себе. В Мариуполе воспользоваться своим правом могли и 335 тысяч избирателей, но воспользовались по последней информации каждый третий. Во время выборов правоохранители Донецкой области открыли 5 уголовных производств по поводу нарушения избирательного законодательства. Пока это вся информация на эту минуту. Коллеги, спасибо. Ну вот, что в Мариуполе происходило. А знаете, у меня к вам вот такой вопрос. Вы абсолютно правы, Сергей, когда говорили, что те цифры, которые мы сейчас называем, я еще раз их назову, это цифры все-таки по партиям. Я вот сейчас назову цифры, а вас всех попрошу ответить на вопрос, а как может измениться расклад, когда добавятся мажоритарщики? Потому что важная тема. Окей. Давайте все-таки еще раз нашим зрителям напомним цифры. Итак, наших ЗЭПО, которые проводили социологи на выходе с избирательных участков по заказу нашей программы, нашей редакции. Согласно этим данным, блок Петра Порошенко, 23.1, Народный фронт, 19.7, Самопомощь, 11, Оппозиционный блок, 9.9, Радикальная партия, 6.6, Свобода, 5.8, И Батькивщина, 5.7. Ну, на самом деле, это опрос, это данные партий. У нас представители оппозиционного блока Батькивщины, Народного фронта в студии. Будьте добры, верните студию. Мы должны прерваться на рекламу, вернемся ровно в 9 в этом же составе, и поговорим, ну, а как на эти цифры повлияют мажоритарщики, которых мы с вами тоже сегодня избирали.